теперь тебе точно нормальный старт потому что я забыла на себя пледик надеть и убрать там короче вещи и все это я такая сижу думаю чё вот и ножку в сапожок поместить чтоб тепленько было я значит сегодня проводила некие манипуляции с микрофоном какой уронила микрофон ничего и не роняла что у хуже слышно что ли наоборот лучше должно быть как же так то господи когда я разберусь эти микро ну как слышно меня как нормально я просто сейчас вот так вот нормально меня слышно как слышно алёлю а на бочку лежит да потому что я его там передвигала перри короче мне интересно просто по громкости потому что я пыталась сама записывала но у меня во всех играх ну кроме тех которые я прохожу сейчас до overwatch еще где-то обновление пошли я такая дабы дайте мне затестить игру вместе со своим голосом аниме таки не обновление пошли я такая так это я себя же слушать игру он вроде нормально по-моему даже лучше стало разве разве не лучше вам не кажется что лучше стало я ну тут немножечко пошаманила вот так что не знаю я там забыла поздороваться по моему в общем всем здравствуйте всем добрый вечер сегодня будем продолжать играть в астеригас и и я уже уселась удобно и забыла бутылку вот там вот она далеко ну все сейчас пойду за бутылкой и вот ждите теперь это же целая эпопея понимаете надо встать со стула отъехать вытащить ногу с сапога взять плед поднять этот снять на уши одеть на ооо сейчас опять сапог залезть сапога вылезь давай давай мытка спасибо что фидбэк мне тут он сделал хорошие прогулки сейчас я уложусь опять все готово конструкция стабильный наверное а вот микрофон надеюсь что он прям будет получше чем был потому что на тестах мне показалось что да еще я немножко забыла сколько у меня был звук в наушниках поэтому сейчас буду еще регулировать себе звуку в игре так не отглохнуть потому что когда я тестила микрофон я на максимум ставила чтобы понять насколько хорошо или плохо сейчас я зажму так вот счет происходит что-то происходит и я тут разговариваю и интересно я успею зайти проверить как это звучит так вот счет происходит что-то происходит и я тут разговариваю интересно я успею зайти проверить как это звучит ну конечно же я успею чуть-чуть потише игру можно сделать вот ну все продолжаем так 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 надо вспомнить что где когда там мы все обследовали собакой как-то у нас не получилось не получились отношения по моему этот чел сзади интересно побежит за мной или он опять прячется боится нет ну я бы тоже боялась собака какая-то жесткая на донат этот смех поставь так ну да когда мне будут донатить 1 рубль это интересно если мы упадем отсюда мы много хп потеряем хотя собака нас все равно убьет поэтому какая разница опа перекатик выжили далеко спускаться неохота я еще раз дам шанс себе но я думаю я не одолею эту собаку она что с одной атаки снимает все хп точно так же как и этот бион на базе с ней конечно имеет смысл драться именно ледяным потому что она огненная но ледяные вот эти обилки они так долго заряжаются за что мне они не очень нравятся ты в огне опять тушить дорогуша будьте спокойны 470 классно залетела силку можно я боюсь чат я боюсь на это конечно белка против толпы хорошо но с одним противником тяжко так сейчас будет это огненная ловушка не надо в углу зажимать ты чё крыса ну они ну все я не могу она слишком хороша меня очень мало урона давайте я пройду еще там одну локацию какую-нибудь 2 там 5 10 5 утра вот куплю себе новое там оружие точнее улучшу его способности открою и тогда вот я к ней приду я и к биону пока не готова они что-то какие-то жесткие мне кажется это его собака так а теперь надо вспомнить да 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 надо вспомнить куда идти ой ну отстаньте от меня чё пристали интересно они долго чейзят или нет все рейдут что идешь нет ну ты настырные конечно больше всех до охота со мной подраться они все идут еще мне просто казалось их больше все никто не будет мешать и не надо так заметила да уже зараза раз два и выжил от засранец а скоро пройду привет в один 2010 не знаю а что пройду как если когда будет финал мне было очень нравится игра я не спешу и проходить я успела все я вспомнила куда идти это мы здесь по лестнице поднялись и зачистили эту часть ну как зачистили еще собаку вы тоже собой прихватить теперь нам надо идти в ту сторону к большому парку какому-то или чё там кто-нибудь будет прыгать я просто не помню ну естественно гарпи это гадость да может и встать пожалуйста одну работали отлично другой проще когда их не две то проблем никаких так наверх мы ходили если я не ошибаюсь и там что-то мы перепрыгнули за сундуком есть и я правильно помню нет или что а мы срез открыли от храма так ну все теперь сюда здесь мы были ага да точно были вы вы есть здравствуйте у меня игнорируете на примерно когда пройду у я даже не смотрела наперед сколько игра занимает но я думаю что мы даже не на половине не близко совсем ой сколько гарпий отвратительно можно как-то хоть одну из них отметить и сразу по трем выстрелить но я же их вижу хорош мы конечно отхватили но мы хотя бы не умерли прекрасно бутылочки мои сюда быстро так что у нас тут вот это я наверно не умею убирать потому что с чуть как-то слишком много вряд ли я смогу это сжечь это скорее всего какие-то проклятые растения которые мне не подвластны я думаю такой объем конечно можно попробовать я не знаю правда куда стрелять откуда ноги растут так сказать они даже не поджигаются так минотавр еще один минотавр не пойду пока я к ним это вам надо отдать пыль милый прислушайся тебе не кажется что снаружи стало тише стало неужели легион вернулся хотя это вряд ли прошло столько времени ох милый не переживай если культисты уходят согласись надежда еще есть да благословит нас святой телец я надеюсь только на то что минотавры не примутся стучать нам двери уличным фонарем а там уже будь что будет ха-ха обожаю смех озвучивать мы столько лет прожили вместе а ты все тот же весельчак это потому что мне с тобой хорошо хочешь напишу тебе стихотворение виноградинка мая хи-хи-хи ты ведь знаешь что я не могу тебе отказать я всегда буду твоей виноградинкой даже если мы станем звездной пылью никого тут странно и никто на голову не упадет еще более странно допустим ха-ха-ха притаился да думал не замечу вот так и беги на меня глупый я тебя будут далека расстреливать не вздумай обходить ладно честная драка хорошо можно нем сфокусировать хорош все разнос пошел надо уходить во время хилочку пью так сколько их там 2 мне кажется больше ладно две так две надеюсь не спрыгнет какой-нибудь минотавр еще сверху на меня главное чтобы они меня не заметили а я успела накастовать я все подхожу по чуть-чуть отлично как же они доджат а я понимаю что небо это их стихия а не моя и поэтому они так хороши там уже маг в меня кидает сзади это что такое я такого еще не видела он под собой какую-то ну короче что-то призывал или что это было ли это было превращение я так и не поняла так наверх мы не можем но но у меня появилась способность поэтому мы вот так вот вкачаем и вот здесь четыре очка это очень много это очень хорошо так кинжалы что мы можем если я вкачаю вот сюда усиленная атака после удара с наскоком а вот это что интересно а это последний удар атаки кинжалами наносит больше урона вот это точно надо усиленная атака а это что заменяет последнюю атаку кинжалами непрерывной атакой давайте сюда 2 вкачаем и нужно 2 я хочу просто немножко в посох потому что у меня здесь мало так многозадачность вы можете медленно двигаться с посохом состоянии заряженных лучей это хорошо и какую-то надо вот открыть астральная буря например а 2 очка надо мне не хватит тогда вот это посох может быстрее стрелять за заряженными лучами но на это уходит больше очков выносливости отлично так и что там у вас да он быстрее стреляет пугаешь меня вообще не ожидала что сейчас придет кто-то десантура вот это в этой игре это прям их любимое занятие смотрю наверное под мостом да что то есть раз она тюлюнь к ну а а мы здесь нет не были не наверно нет не были у лестница наверх хорошо допустим может это вам пыль ну сколько я буду ее с собой таскать то кому пыль сколько раз тебе повторять я не хочу чтобы меня спасали не этрус никто либо еще уходи ты не так понял меня зовут хильда я от последователей и лишь хочу получить кое-какую информацию от последователей ты рабыня женщины из дома лавра я не рабыня я хильда из анбари я анбари мелкая рыбацкая деревня в офисе чужаки из низших слоев может быть могут быть только рак рабами мне нечего тебе сказать всего хорошего минуточку я я чую этот запах у тебя и звездная пыль скорее дай ее мне а сколько я же не знаю сколько как ну на ладно похоже ты от голода совсем позабыла манерах ням ням а чуть не умер ты не представляешь сколько мне должна семьями нервы но на сегодня я этой я это ей прощаю что она тебе должна да много чего из-за нее я здесь застрял у меня отобрали имущество моя карьера разрушена жена от меня ушла а будущее почему ты плачешь тебе то что ты ничего не знаешь глупая чужачка ну конечно я всего лишь глупая чужачка пойду-ка я отсюда стой разве ты не хотела у меня что-то спросить серьезно я думала он так и не предложит мне информацию у меня к тебе предложение ты вроде в хорошей форме сделаешь для меня пару дел и мы с минервой в расчете идет всего пара дел и с ее долгом покончено это выгодное предложение еще какое но из-за внешних угроз обычным людям сейчас очень тяжело жить я необычная и воин легиона северного ветра из анбари можешь во мне не сомневаться ну тогда слушай я хочу послушать ослепительную звезду в исполнении звездной песни а можно поподробнее так и знал что ты меня не поймешь ты же все-таки чужачка общество амфитеатра записывает все произведения фесских музыкантов на камни памяти а значит ты хочешь записи запись песни где мне взять если бы я знал не просил бы о помощи но советую поискать в амфитеатре в конце концов офис общества находится именно там тогда начну с амфитеатра кстати как тебя зовут мужчина больше не отвечает что за люди пошли неудачник грубо так это очередной срез это та дверь о которой я думаю которая не могла открыть в самом начале когда поднялась направо да ну за минут на за минотавром но это не та дверь я сделала вид как будто это та но это не то так 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 ордер на арест минервы минерва представительница дома лавра разгыс разыскивается за нарушение военного положения предательства и участия в заговоре против офиса по состоянию на 12 день 6 месяца 1500 1522 года эры просвещения за любую информацию содействующую ее поимки полагается существенная награда и увеличение рациона звездной пыли все поудобнее сяду чуть как мне неудобно срезов много меня это радует так что за слизь а я думала это знаете как dark souls из потолка какие-нибудь слизняки которые высасывают твою жизнь я думаю о нет меня заманили на сундук и в итоге мимик не там а вот слизень вот здесь ну ладно все в порядке так а зачем мне сюда только не говорите мне что не надо прыгать туда нет игра не дает туда прыгнуть а зачем как мне забраться на крышу она же ну это эта тропинка для чего то есть но я не могу туда залезть она не цепляется нигде она вот эту штуку она она не прыгает на соскальзывает уж мне как-то ставни открыть на ими ну вряд ли очень странно но зачем-то же там даже если нет куда мне идти это не выпрыгаешь отсюда хорошо опять к минотавру но зачем что-то я не понимаю так она не заби и ей ей не застревай в текст спасибо сюда мы не можем зайти невидимых стен в этой игре нет она не выпрыгивает здесь а если выпрыгивает случайно то а там даже текстур нет ладно но мы здесь были я не понимаю куда теперь идти странно они наврали что я могу передвигаться заряженным посохом но я не могу так же я перекатилась красиво прям у него мне кажется сзади спрыгнули волки да мне кажется я заблудилась как бы я знаю где есть еще один путь но там было написано что он ведет к шахтам и к фалану а куда мне здесь этот мужик а как попасть в амфитеатр алю тут еще же путь был ну все это я я же до всего лишь направо сходила тут и вверх и вниз и куда хочешь а там ничего не лежит мало ли для самых любопытных припрятали может быть нет нет так нет хотя штучка пищала почему непонятно я думала может мешочек где-то висит но нет мешочка нет ну все а теперь к минотаврам идем а я что забыла за это место я подумала что мы прямо пошли почему-то ха 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 здравствуйте не долетает ну что почему хорошо что до них можно достать обычной атакой то есть не обязательно он еще одна сидит и хорошо что она тоже не прилетела вместе с ними сотрите она пешком ко мне идет медленно пишет и давай сюда но магия у меня посильнее стала поприятней иди в жопу окут друг а куда он вот это его конечно отправила в полет интересно травят нет эти деревья не травят хорошо они просто светятся нет помогите я не хочу не надо не надо не надо она горит подождите ритуал уже начинается да плевать тут мой лут и я не могу его оставить надо мной она не сядет на мне так там толпа врагов у меня сильных способностей нет внизу которые вот эти поэтому как-то она будет по одному их выцеплять а на них нельзя сфокусироваться держу в курсе как смеет чужеземка прерывать наш ритуал последователи и труса не как никто не остановит где-то прячешься в тени ты и надо а вот это непрерываемый удар кстати в комбинации он заменился вода на прикольно только я пока не поняла пока офис охвачен астеригасом наше дело будет жить ты никого не спасешь да шо вы говорите ну из этих бульбашек будет кто-то появляться там или чё взаимодействовать перчаткой и чё мы делаем голова болит тело она автоматически применяет или мне надо я вот пытаюсь понять ну-ка пока нет врагов она зарядила и сама все мне не надо отпускать или что-то делать вот это очень важно мыслишь тоже теперь делать ну драться по одному то с ними легонько ухты это какая-то интересная у северный ветер это ты меня зовут хильда госпожа минерва отправила меня к тебе на помощь о минерва она моя единственная подруга от на было угадать можно не драться было ни с кем прости я лишь о нет взгляни что они со мной сотворили но ты стала красивой птичкой ну грустно что ты не человек но ты по-прежнему хороша леди мариса не нужно волноваться все будет хорошо но то что нужно минерве забрали культисты отнесли в амфитеатр это что-то важное меня мне велели отвести тебя в укрытие это исследовательские заметки моего отца в них содержатся ценные сведения которые нужны минерве она говорит исследование отца поможет всем офисянам вот как задание становится все сложнее это радует ты отправишься туда немыслимо это же вотчина явлали жарко что-то в амфитеатр отнесли да что поделать выбора у меня нет так так как стать ты не у меня не поняла там ты такая сильная возьми этот астерит если ты применишь его магию за тобой придет капитан ты же вернешься когда заберешь заметки отца обратно в укрытие конечно вернусь спасибо да благословит тебя троица какая хорошенькая но ничего мы тебя спасем что мне теперь делать смотри что они со мной сотворили сюда у тебя диалогов нет никаких но мне просто надо было это уточнить здесь тоже сделать ничего нельзя с этой статой ну все идем вода twitch lagatus именно твич как обычный куз я не хочу их убивать у них в руках ну смысле в зубах мешочки возможно они бы дали мне какие-то деньги или ресурсы но и слишком я не могу такое создание милые убить что жарко жарком нету холодно то жарко причем я вчера вот все время пока у меня не было стрима лагал интернет я написала этим там господи провайдером они такие да да так мы все проверили оставайтесь на связи через три часа с вами созвониться на там инженер или кто-то в общем кто у них сам этим занимается я в душе не знаю и скажет что у вас за проблема или там проведет анализ и скажет что надо делать думаете мне кто-то позвонил вчера сегодня никто мне не звонил и в лалия здравствуйте я с мирными намерениями песню вашу услышать пришла зачем нам с вами сражаться нам это не надо превращение подайте мне ракурс выбрать блин игра благородная явлалия расскажи почему ты желаешь присоединиться к нам я хочу избавиться от этого отвратительного облика и обрести великую силу меня прокляли и я должна отомстить я должна я чувствую о святой этрус это прекрасно бьютифуль евлалия тебя ждет самое прекрасное превращение ты станешь сильнее на глазах у всех какая боль это ты во всем виновата мариса я заставлю тебя страдать даже ценой собственной жизни я буду отомщена и стала она птицей это чудо мы узрели настоящее чудо о великая явлалия пусть ничто не сдерживает твою ярость почему нам не показывают ее проекцию в виде птицы но было бы круто будешь говорить что-то я могу воду попить спасибо это потому что у тебя пессимистичный настрой ты не посылаешь положительные эманации во вселенную это касательно чего было сказано касательно чего того что мне никто не ответил блин возле нее срабатывает джинь может мне реально их надо не а чё на меня дразнит кошельком вы в это именно были мы не можем не жалко их убей блин можно хотя бы так у них хп столько обалдеть да нет но это явно жители на ней нет я не могу это эта штука будет на вашей совести понятно она убежала под землю видите мы ее довели я не буду их убивать я ее не убила мы немножко подамажили и не могу это из них все происходит я готов взять одну штуку на свою совесть нет все ее нет она исчезла а лут лут она забрала с собой потому что мы ее не успели добить может это и не про нее дзынькнула вовсе и может там где-то лут в другом месте не кусаешься смотри мне перья тут свои нароняли нет нам что-то дзынькает может тут мешок где-то ну чё чё это почему и причем буквально вот здесь вот оно не просто так дзынькает а ты сама звук настроила или на линии ням 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 все я разучилась читать вы видите или наняла кого-то а а что хорош хорош хороший звук да ой ну ладно но есть луты есть он подумаешь мы сделали все чтобы найти его чат давай давай я не верю что сюда нельзя зайти айси зависит от вашего ответа а то я не скажу тебе рад идти и влали чан нет но он это возле лута делает а что же там было тогда просто мешочков там не было здесь вот просто лут лежит и она дзынькает а там то не было лута да хорош хорош просто интересно вот что что такое что это за день ну что ты дзынькаешь ну и сама нужен ключ хорошо и сюда наверно тоже музыка такая началась интересно проверить теодор теодор высокородный философ музыкант и драматург а также уважаемый арестой посвятивший жизнь искусству молодые годы теодор был талантливым музыкантом однако затем потерял слух и решил посвятить себя театру доведя свое драматическое искусство до совершенства за всю свою жизнь он написал 12 комедий 31 трагедию и 226 коротких пьес каждая из его работ широко известна и вдохновила целые поколения актеров амфитеатр аргес архитектурный шедевр который теодор мечтала закончить перед смертью к сожалению болезнь не дала ему довести дело до конца в память о нем здесь была установлена его статуя раненая бель канто по центру фарфоровой картины размещен портрет явлалии в полный рост ее фигура ослепительно красиво лицо прикрыто великолепной маской из-за которой его не удается разглядеть певица явлалия вернулась ее голос прекрасен как сотня распустившихся цветов и так пронзительным что трогает слушателей до слез а там не было таких картинок больше не знаю как по мне наверно лучше быть все равно человеком хоть и ты зависишь от пыли но ну чем стать гарпией галлиста третий администратор галлиста в прошлом сенатор арестой заслуги возвращения на сцену большего числа классических трагедий и большой вклад в работу театра при личном участии галлиста трупа давала выдающиеся представления пимоти или пимоти четвертый администратор пимоти арестой представитель рода выдающихся арестов а артистов выдающихся я смотрю думаю что меня в глазах двоится увлекается боями на мечах так здесь перья это может сюжетная тропа подождите ту сторону перья никто не рассыпал отцепись от него здесь кто то есть нету ну а получи он так взять символ рода со я думала мы маску себе возьмем одну было бы круто самая прекрасная песня в офисе чем же она так прекрасно любопытно вот у нас лепительная звезда которую нужно отдать тому челу хотя ой тень птички вы заметили а это моя я что-то не по не понимаю а куда идти у меня на каждый сундук такая реакция и стреляю так и сюда только с прыгом до заходить или чё через них нельзя было да а там же нужна дверь а когда из них была закрыта с обратной стороны просто если я здесь прыгну то я одну из дверей смогу открыть да и хорош вот этой по моему нужен ключ нет вот эту с обратной все прыгаем значит а туда мы не пойдем там перья там наверно сюжет чем мы не пойдем что и что а игра конечно она хитра такая дверь закрыта с обратной стороны но ты так просто и не откроешь ладно это долго это будешь делать скажи мне что происходит что такое нет желудка никому во всяком случае мне не видно возможно он еще выше просто ничего такой и он как бы фиксирует его я не знаю здравствуйте никто на меня не будет прыгать не надо чей-то запах это мариса точно мариса что опять прятки играть что ли я убью тебя убью ты покойница или нет прятки или не прятки она по кругу летает а дакая то причем я же не мариса можно быстрее это разрушить а рот закрой я пытаюсь лут тут осмотреть а она вот и тарь вот а а а и 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 тут ты меня достала допустим да выпей ты хилку господи я просто не совсем понимаю как это доджик если что это срабатывает только на земле или нет что если не открою не пройдешь да я так понимаю на сене это не срабатывает до цепись ты от большой идите сюда я не пойду к ними пусть сами ко мне идут ты можешь как-то камеру наладить да вот здесь они меня не трогают тоже выходи умные смотри заманивают меня можно быстрее анимацию делать у здесь ее голос а вот и он смотрите давно не было звук из зелдана сейчас был криках не знаю а я забыла что они плюются кстати но это было легко седони первый администратор седони бывший сенатор арестой и помощник архонта заслуги обучал многих выдающихся актеров и неустанно трудился на благо амфитеатра второй администратор кальви в прошлом сенатор арестой с большим опытом в речах и дебатах заслуги сбор денег и планирование мероприятий повышающих развлекательный потенциал амфитеатра и способствующих его дальнейшему развитию лежоний будет я еще зашла проверить смысле ну почему лежония потому что седоний там ходит кто-то ну пусть ходит завоевание классический эпос завоевания признаны величайшим гротескным произведением вновь возвращается на сцену ага это хорошо пусть возвращу сколько путей это дверь с обратной стороны которая именно она а вот этот рисунок можно было посмотреть нет это только те нельзя круглые можно на принцесса стелла узрите историю о любви ненависти и страсти в древнем королевском роду принцесса стелла величайшая история о любви всех времен путешествие не фульдока отправляйтесь в морское путешествие полный опасных ловушек и яростных чудовищ вместе с нефульдоком ладно странное место зачем если здесь ничего сделать нельзя ну просто так ладно кто-то идет скорее всего сверху что куда иду сцена перьев так там перья я не пойду а куда идти путей так много с чем сюда можно может откроешь потом с другой стороны может быть да я же уворачиваюсь я же жал ух чел ты чё ты чё жёсткий такой а потому что это не обычный волк это вот какой-то мутировавший вот это он жесткий ладно ладно я поняла но я не буду с тобой так дерзить я не буду а чё такое он какому-то лосю молился ну оленю что ли капец а это вот это место где я сказала бабки ходят да это она вот это обычный волк с ним дерзить можно ему атаки сбиваются а тому нет видели какая у меня на прокачка обалдеть а как они тут появились эта дверь открытая с обратной стороны их же тут не было откуда они взялись вул ты поняла почему огонек булькает мне кажется он булькает рядом с лутом а где тут можно было прочитать что-то а это вот эти но это мы читали правильно же да не а эта пьеса вот это хорошо она вверх что тяжко что нет тупиков действительно охоты он начинает было все-таки сюда зайти а потом нет ну а ты попробуй узнай где что вот я иду куда мне кажется правильно идти и все но он наверное где-то чувствует лут через стену или что-то и и дынькает биография теодора большинства страниц биографии теодора основателя амфитеатра аргес не хватает можно прочесть лишь несколько глав теодор не был красавцем увидели его нам как это как это не красавцем не был красавцем однако скульпторы нередко приукрашивали его облик а одни говорят что он сам давал им такие указания другие что именно так он и выглядел до болезни биография теодора теодор родился в афесе сразу после окончания войны с марту нам накануне рассвета афеской культуры поскольку мальчик рос в богатой семье аристоев он мог позволить себе посвящать все время музыки в юности теодор написал немало прекрасных композиций длинных стихов говорят архонты уже тогда восхищались его талантом сегодня многие музыканты безуспешно пытаются подражать его стилю если же говорить о характере теодор был весьма эксцентричным и вспыльчивым человеком в общении со слугами и домочадцами он часто вёл себя не сдержанно кричал на них и унижал благодаря своей природной артистичности теодор легко очаровывал рабов и простолюдинов поэтому часто вступал с ними в романтические отношения в вот так всегда к старости теодор разорился и потерял место на сцене вскоре после того как обложил архонтов крепким словом из-за болезни он лишился слуха и остаток жизни писал пьесы потерзаемый глубокой печалью однако публика не оценила написанной им трагедии и ему пришлось сочинять комедии хотя драматург всем сердцем ненавидел этот жанр так продолжалось до тех пор сейчас простите мне жарко не жарко надо плед скинуть себе шаг так теодор мог писать ним 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 так продолжалось до тех пор пока кто-то из родственников не предложил возвести театр чтобы теодор мог писать для его подмостков все что душе угодно теодору идея понравилась однако во время подготовки к строительству он часто ссорился с родными из-за своего скверного характера по этой причине проект много лет откладывался и драматург умер так и не застав открытия театра по иронии судьбы все трагедии его авторса стали широко известны уже после его смерти постепенно ими интересовалось все больше людей а многие даже стали называть их классикой хотя родным теодора было тяжело уживаться с ним по одной под одной крышей неоспоримый талант драматурга в конце концов перекрыл все его человеческие недостатки срочное раздевание именно там наверно лут где-то через стену просто здесь так коряво его обнаружение работает дневник певца я слышал как и влали и мариса снова ругались на этот раз где-то на этот раз поби не успел скрыться и был втянут в их конфликт как по мне он сам виноват если бы однажды эти две женщины порвали его на части и проглотили ему бы нечего было сказать свое оправдание перед судом магистра раньше я любил звездную песнь и любил их прекрасное исполнение но пуби не смог уберечь красоту этого шедевра боюсь день когда звезда погаснет уже не за горами это мы все читали мешочков тут нет ну то есть это я проверяю себя на внимательность да фонарики поджигать нельзя а если огнем просто интересно я просто проверить хочу вдруг можно хорошо нет так нет да ну тут сто процентов там лут где-то либо выше либо ниже странно странно ну видимо сюда на сцену перьев взять это лифт какой-то речи не столько бомб дают надо ими пользоваться у меня и кинжалов этих посмотрите уже сколько надо их заменить на бомбы это не так нет не так а как а как а вот здесь наверно в профиле 7 штучков но мне интересно что это нам будет попробовать одежду пока менять не буду пока в этой походим ближе туда к финалу я правда не ну не особо пойму наверное где финала где нет но там будет видно я поменяю шмотки у меня же все таки делюкс эдишн здравствуй какая арена сейчас будет летать как как это сумасшедшая песню спой пожалуйста а потом подеремся как в индийских сериалах спасибо от души ну мало мало мне она так красиво пела в начале а мне если и шавками драться тоже да и с ней и с ними до вас справедливое сражение люблю такое и его лалия молящаяся красивая мой творишь так блин а игра шавки ушли отлично только и лалия где она и в нее так не попадешь на опережение это и стрелять не умею а как воевать ада а может мы спустимся да как-то нам подеремся или может не с этими штуками взаимодействовать надо как-то ха даро и на ураганы то такое знаешь давай побежали к ней быстрее но там успокойтесь пожалуйста манси 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 я не знаю чего от нее ждать отсюда не долетит манси 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 не долетела но это было очевидно там красным не замигала она меня через текстуры могла сейчас тапнуть судя по всему а ветер то через текстуры пройдет а чё ты тоже прячешься ладно я-то а ты-то чё ох слышите у нее же перья может по ней огонь будет хорошо работать 141 насколько наносила обычная маги это этот воз просто нудный вот я не люблю такое когда вот стадии вот такие вот прячешься по сто раз она улетает приземляется и чтоб драться нормально стоит что это что это что это что это петерок засосало ветром а можно еще больше ветров ну мало как делки 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 надо хилиться я не заметила я не вижу ничего жопой пушист на меня села своей и классно бомба урон нанесла какие-то тех-то иди по моему я не поняла пока как кидать везде я разберусь и все будет хорошо что такое кто это опять до опять она за свое сейчас шавки пришли до ко мне драться я здесь пока шапками дерусь меня надо не будет а такого ну да конечно справедливого сражения не дождешься но я все понимаю сражение да но я хочу прокачать скилл немножко расслабим булки а шо за в лоле за перс который кидался перемешая на во время битвы с боссом можно уровень фармить давно я такого не видел давайте наверное вот это я сдалека и орудую поэтому надо счет такое крутое прокачать а у меня 1 очку талантов так сказать ну тогда использование способности кинжала тратит тратит меньше о в усиливает прерывающий эффект способности кинжалов мощный удар и крученый давайте на способности собирать все больше нет только мать осталась что такое можно присесть на мадмазель о господи летит она а чё по ней урон не проходит и сняюсь просить и далеко слишком нахожусь что как тебе такое а ну как тебе такое достаточно а знаешь для меня такой токсичность не научили в одной игре я боюсь с ней вблизи драться ну я в жопу она сумасшедшая она меня крыльями как зашибет потом это ветры да а а а а и а и и и и и и и Вставай, вставай, что? Я не достаю до нее. Садись. Фух, выносливости мало, мне не хватает. Важный предмет, брошь с розой, уклоняться столько от этого говна. Душный босс, я не люблю такое, когда оно спамит. Мариса сказала, что культисты забрали ее бумаги, я поищу их за кулисами. Мне больше нравится, как вот кабан, как барат, когда они вот такие огромные, что-то вблизи тебя постоянно какие-то камбули делают. Вот это когда оно улетело, плюет, потом прилетело. К ней подойти страшно, потому что из-за того, что он не сфокусирован, вот так вот, да? Не видишь, когда оно там с неба посылает тебе перья? А что так изи? Вообще-то не изи, а просто кто-то профессиональный игрок. Так, что тут лутчанский мы не припрятали? Видимо, нет. Ну, я быстренько так пробегусь. Что так изи, всего 10 банок хилок ушло. Хороша, хороша, естественно. Кто-то до меня тут все добро разграбил, посмотрите на это. Это несправедливо. Что там, что там? Ключ от кладовой выставочного зала. Хорошо. Ля, прикольно. Описание будет? Додумайте сами. Это одно и то же с двух сторон, да? А про вас можно что-нибудь узнать? В Гарри Поттере же такие, помните, были? Ты сюда становишься и тебя туда и в потайную комнату. Но здесь, видимо, такого нет. О-о-о, сохранение. Я бы, знаете, может быть и посидела бы, да, возле костра. Но что-то я не хочу, чтобы они все опять риснулись. Я думаю, мне 6 банок хватит. Я, кстати, на обум поставила огонь. Мне кажется, просто если логически подумать, то перья поджигать огнем лучше всего. Я даже не сравнила урон. Помогало оно или это было мое само внушение? Видимо, это не Гарри Поттер. Да. И все вот это? Ну ладно. И записек никаких, да? Ну ш-тюш. Опа, здорово. А вы мирная, да? Сиди, сиди. Сундук там у нее. Сейчас я только его трону, она меня сожрет. Ммм, гримерка. Хорошее место, чтобы спрятать важные документы. Не хочется переворачивать здесь все вверх дном, но выбора у меня нет. О, там даже какое-то отражение есть. Ничего себе. Переписки Марисы и Евлалии. Раненому Бельканта нашей сцены Евлалии. Хотя я тут и ни при чем. Хочу сказать, что очень расстроена из-за шрама у тебя на лице. Да, это я дала тебе проклятый астерит, и я пожелала, чтобы пламя поглотило твою красоту и богатство. Но я просто сказала это в сердцах. Этот астерит должен был лишь припугнуть тебя. Ну а то, что случилось в итоге, исключительно твоя вина. Если бы ты вела себя подобающе и не налегла на алкоголь, твое выступление не закончилось бы несчастным случаем. Мой тебе совет, как бывшие участницы группы. Не отбивай больше ни у кого мужчин, и главное, научись уважать людей. Надеюсь, ты усвоила урок, Мариса. Они отправляли друг другу десятки дневных писем. Даже не знаю, в хороших они отношениях или нет. Ну, слушай, наверное... Я вижу, что там эхо. Наверное, когда такие письма люди друг другу пишут, явно отношения у них не очень. На документах стоит печать Дома Розы. Наверное, это их Мариса хочет передать Минерве. В этот раз от меня польза будет. Нет! А, я думала, опять меня перемещают против воли. Этрус. Слово, когда-то отвергнутое массами, теперь стало символом спасения. В мире, охваченном хаосом, прижился лозунг «Нелепый и невозможный». Ложные надежды искушают сердца людей, живущих в страхе. Певицы и гарпии с восторженным пением парят в небесах. Тем временем в Нижнем мире с каждым днем все больше душ тех, кто умер не своей смертью. Я сейчас должен стекло утрезть. Ладно. Для пущего драматизма. Вы достигли основной цели на базаре Аргес. Подтвердите, что хотите совершить быстрое перемещение в укрытие или откажитесь и продолжить исследование мира. Конечно, остаться очень. Кто уходит с локации, не зачистив ее сверху донизу? Портрет Евлалии и Марисы. Лицо Евлалии открыто, она очень красивая. Одна из них стоит, а вторая сидит обе улыбаются. Легендарная певица Евлалия и поэтесса Мариса объединили свои таланты, чтобы воспеть самые прекрасные из наших звезд. О, можно было приближать все это время, да? Похоже, они были близкими подругами. Картину повесили здесь для того, чтобы сберечь воспоминания. Почему она с таким звуком взаимодействует все время? Евлалия, ты поступаешь некрасиво. Что ты имеешь в виду? Мы ведь ансамбль, твое пение и моя музыка должны гармонировать друг с другом. У тебя хороший голос, но ты не чувствуешь мой ритм и не вкладываешь в слова душу. По-моему, я прекрасно пропеваю все слова. Это ты за мной не поспеваешь? Что это значит? Песня общая, а у меня свой способ выражать чувства. Ты сама видела, что слушателям нравится, когда я так пою? Кто ты такая, чтобы судить о моем исполнении? Как? Как ты можешь так говорить? Откуда в тебе столько самолюбия? О, я тебя умоляю, ты должна быть благодарна, что с моим вокалом твоя музыка звучит не так уныло. Пубий будет не в восторге, когда я передам ему твои слова. Я ухожу. О, бедняжка Мариса! Иди, иди, скатертью дорожка. Он меня поймет. Почему ты так уверена? Что ты сказала моему милому Пубию? Прошу, скажи, что я ошибаюсь. Скажи, что это не то, о чем я подумала. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ага. Так, а теперь смотрим, что в дневнике. Там накопилось достаточно всякого. Так, это мы видели. Это мы видели. Так, Мариса попала в засаду. Не знаю, куда она бежала. Возможно, ее схватили, а может, ей удалось уйти. Мне сказали, что ее, скорее всего, отверли на площадь храма. Это, по-моему, вот эту штуку мы поднимали, нет? Там какая-то роза должна была быть. О, солнце, луна и ветры. Для чего же она красива? Неужели это гарпия? Похоже, все культисты, так это было. Или ноги унесла, перья у нее, как огромные летающие иглы, но ее песня была перевита печалью. Что же она хотела ею сказать? В указе поощряющим доносительству говорится, эра знаний, 2167 год, 12 месяц, 29 день. Почему в офисе до сих пор эра знаний? Она же вроде закончилась в 1865. Наверное, на рынках офиса всегда было шумно и людно. Если честно, я уже начинаю скучать по пирожкам с мясом, которые пекла бабушка Мина. Когда мы с папой возвращались домой, то уплетали их за обе щеки. Как это мерзко, похищать людей, чтобы это было, по-моему, проводить свои гадкие ритуалы? Может, жрец из культа Этруса был прав, и проклятые офисяне действительно грезят об избавлении? За амфитеатром есть большая площадь. Наверняка там культисты и проводят ритуалы превращения. Мариса пережила превращение. К счастью, никаких признаков озверения у нее не появилось. Но дело еще не сделано. Мне нужно добраться до амфитеатра и найти там документы, которые Мариса передала Минерве. На улицах Марису больше никто не тронет. Для культистов она теперь своя. Что делать дальше, позже придумаю. Я случайно перелистнула. Я прям почувствовала. Прекрасная гарпия Евлалия. Ее пение так вдохновляет, но сама она безжалостна. Мне кажется, в прошлом она выступала на сцене этого роскошного амфитеатра. Ее горькую песню невозможно забыть. Все в ней буквально меня пленило, даже ее последний вздох. Теперь она наконец сможет обрести покой. Она была очень красивая, и песня у нее классная. Особенно в начале локации я прям кайфую. Мне надо найти все саундтреки. Блин, а можно купить в стиме все саундтреки? Наверное, можно? Я куплю. Я понятия не имею, зачем мне нерве эти документы. Мне их даже читать сложно. Ну да ладно, просто отнесу их ей и все. Трудно представить, что им пришлось пережить. Но раз уж они так старательно прячут эти документы, значит там действительно что-то важное. Говорят, противоположность любви не ненависть, а равнодушие. Выходит, Евлалия и Мариса не безразличны друг другу. Я не совсем понимаю, какие у них отношения. Не понял. Вот уж не думала, что между культистами Этруса могут возникнуть распри. Но на меня больше встревожили записи в его дневнике. Неужели он правда принадлежал к этому дому? Я удивлена, что эта женщина делится с сестрой звездной пыли, несмотря на то, какие сейчас времена. Она хороший человек. Я так и не нашла, как найти этот дом. Ну, в смысле, не нашла этот дом. Я впервые встречаю такого бездарного и нагло самоуверенного типа. Но мне придется терпеть его общество ради Минервы. А кто это? Что? А кто это? Ну, вот такие вот записи у нас в дневнике. Может, я еще найду ее? Хотя я сомневаюсь. О, это ты! О, нет, не тронь меня, пожалуйста, я тебя не обижу! Кто ты? Эко, меня зовут Эко. Помнишь святилище хранителя? Ты всех спасла. Рада знакомству, а почему ты стала такой? Пожалуйста, пойми меня правильно. Я ценю твою помощь. Честное слово, ценю. Просто мне не хотелось быть обузой. По крайней мере, в этой форме я могу сохранить свою долю звездной пыли. Чтобы отдать ее остальным, тебе не больно? Хе-хе. Вот это хе-хе. Как это озвучивать, Господи? Ритуал был неприятным, но я выдержала. Телец благословил меня. Мне нужен филбэк. Нормально все с трансляцией? Просто ты давно не писал комментариев, поэтому я иногда переживаю. Ой, что-то я раскричалась. Нельзя, чтобы другие гарпии меня услышали. Кстати, я тут кое-кого ищу. Кого? Певицу и Влалию превратили в гарпию, и я подумала. Могу я просить тебя о помощи? Проси. Ура! Открой, пожалуйста, эту коробку. Коробку? Да, я пока еще не привыкла к своему новому телу. Боюсь сломать то, что лежит внутри. Хорошо, сейчас сделаю. А можно я сначала ударю по ней? Вдруг там... Мини-мимик. Старинная шкатулка. Внутри старинной шкатулки лежит изысканное ручное зеркало из древней бронзы с оправой в виде розового винограда, сделанное из эстерита цвета фуксии. Там же есть небольшая открытка. В ней сказано «Мои рогатые певицы, чей облик, голос и сердце также чарующий и прекрасный, как розовый виноград». «Кажется, это дорогое зеркало, оно твое?» «Чудесная была права, это зеркальце Нии». «Что за Ния?» «Полеги мне рогатая певица, она ничуть не хуже Евлалии». «О, но я не могу просто отдать ей зеркало». «Если ты ее тут не видела, то, наверное, гарпией она не стала?» «Наверное, нет, но где же она тогда? Неужели она обратилась с звездной пылью?» «Не тревожься, может быть, она прячется дома, как все остальные». «Ты знаешь, где она живет? Если да, отнеси ей это зеркало». «Я боюсь, что она меня испугается. А если от нее осталась только звездная пыль?» «Нет, нельзя так думать. Ты не могла бы передать Нии зеркальце и карточку вместо меня?» «Кажется, я знаю, где ее...» «Где я?» «Я не покину офис, пока не выполню задание, так что могу помочь, если окажусь неподалеку». «Правда, большое спасибо. Ния вышла замуж за пана и живет недалеко от амфитеатра Аргэс. Но с тех пор, как объявили военное положение, не слышала от нее вестей. Не волнуйся, я схожу туда». «Куда?» «На мама». «Мой, мою посуду». «Давай, а куда идти? Почему они поняли, а я нет?» «Я не люблю, когда так происходит». «Эко очень смелое и доброе. Стало быть, не все последователи Этруса утратили рассудок». «А да куда идти-то?» «Карта есть у меня?» «Нету». «Ну, недалеко от амфитеатра, хорошо. Допустим». «Ладно, давайте присядем». «О, что такое? Проверить?» «И здесь метка. Наверное, ее оставил папа. Папа, зачем ты сюда приходил? Что же ты делаешь в офисе?» «Я случайно буквально на нее наступила. Если бы я сейчас не вернулась присесть, мы бы вообще никогда не увидели ее, да?» «Я могу открыть?» «Да, в смысле? Вы че, вы че, вы че, и ни одну из них не могу открыть?» «Эммм...» «Эммм...» «А, ну... Типа...» «Что?» «А как?» я варфу не могу попасть да я рада что ты дзинькаешь только я не понимаю что мне делать и отворите ворота учу странные нигде не видела рычага открывающего а может сов вертеть надо хотя нет они просто так тут стоят странно очень странно если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое что такое то это я не понимаю отчего тупик а куда идти нет но это очень странно что я не могу туда пройти и все двери закрыты до но что возвращаться обратно и я просто не понимаю почему либо туда вообще нельзя пройти то есть как бы это конец локации либо что нет ну ладно у меня тут серии снулись до он здорово если она красным не светится значит там нет мимика и не 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 а как охрана отмена я не хочу с ним драться он какой-то бешеный а куда же нам идти и там еще есть дверь которая с обратной стороны открывается мы же не открыли ее как туда попасть вот эта дверь как ее открыть а серьезно ключ от кладовой выставочного зала так 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 это ну что такое сопротивление колющим атакам ну даже и ладно зашли мы в эту маленькую комнату и чё даже тупик афиша звездные песни песни прекрасные как звездное небо звездная песнь подарит вам великолепный праздник ладно мы зашли за сундуком это хорошо но вот меня вы просто интересует вот то место там действительно тупик туда нельзя никак пройти там просто для красоты сделаны да такие ворота огромные золотая плитка золотая наполняет ароматом чая ну как ты успел то не должен был не спрашивайте зачем я опять здесь иду я не знаю мы здесь не были но я наверное не смогу пройти сквозь эти вот врата дневник танцовщицы во имя святого тельца явлалию на сцене обожгло огнем меня передергивает от одного воспоминания ее криках разносящихся по всему театру надеюсь жрец может ее исцелить она мне конечно не нравится поет великолепно но характер злобный высокомерный и все-таки ни один артист не заслуживает таких страданий до меня дошли слухи что это происшествие как-то связано с проклятым астеритом марисы подумать только что такая талантливая женщина написавшая столько прекрасных песен способна на такую жестокость это просто нужно попросить моего агента а это просто ну просто так просто нужно попросить моего агента перепроверить подарки переданные мне фанатами я думала там просто разные дневники но видимо один и тот же да это тупик но мы зато узнали как бы конкретно это происшествие где ее обожгло но тем не менее я все равно не поняла кому относить мечтали да вот тут не считабельны ну то есть где живет вот это вот которое зеркало нужно отнести она пойдет как выйти то из этого театра господи помогите и туда и думи надо как-то наверх и вот оказаться рядом со статуей вот она спрыгни да как же так-то куда выпустите там уже отсюда пришли нет счет мы откуда кто мы и опять тут же да мы же отсюда пришли нет вот отсюда теперь тут переграждает путь растительность нет или я что-то путаю вот я обратно на поле битвы еду а что там делать там же заперто все я могу вернуться конечно камнем перемещения но ночью само укрытие само укрытие странно я не понимаю здесь думаю сначала нужно отнести это минерве и раз ты так думаешь хорошо они настаивают может не идут какую-то способность открывать двери которые закрыты надо сразу тут посидеть на всякий случай да сейчас отнесу чё души что вот тушит передать письмо которое нашли у кузнеца нет давайте вот это спросить о культистских ритуалах превращения я видела что культисты делают с людьми на базаре это так жестоко ты правда все видела нет никого хуже культи культистов согласись раз уж ты подняла эту тему то я отвечу на любой твой вопрос тебе интересно как я молила их о пощаде или о том как они держали меня в заперти о милая не вини себя ты же здесь ни при чем правда я сама к ним присоединилась по глупости но как только они узнали что я жалею о своем решении меня поймали и высекли хуже что они морили меня голодом пока я не соглашусь очиститься видишь этот шрам у меня на плече выглядит как пятнышко на моем безупречном мехе что еще ты хочешь узнать мне жаль что тебе пришлось пройти через такое о не стоит утешений сохраняй хладнокровие милая люди и так слишком мягкосердечные это делает их еще более несчастными но если сможешь сруби еще парочку культистских голов в конце концов у них всегда есть материалы которые пригодятся мне в работе передать письмо я нашла вот это письмо о хильда ты нашла письмо мирона у тебя и правда отлично получается находить разные вещи можешь не пересказывать что там написано я уже много раз его читала соболезную я думала ты будешь рада если его принесут ты в порядке я да у меня всегда все хорошо послушай хильда мирон написал это письмо еще до моего превращения вскоре после введения военного положения всем кузнецам работавшим со стритом велели отдавать добываемую ю из него звездную пыль нуждающимся но боюсь прочитав это письмо ты могла неправильно истолковать мои действия я не заодно с культистами и разбойниками я лишь помогала стражникам потому что они доверяли мне им нужна была такая мастерица по оружию как я а что случилось потом мне не понравилось как солдаты ко мне относились я свободная личность и они считали меня своей собственностью в итоге я сказала что больше не буду им помогать поэтому мне стали выдавать меньше звездной пыли и обо мне поползли слухи ты наверняка слышала некоторые из них я думала что сойду с ума ты меня понимаешь хильда хотя откуда тебе знать каково это я получала все меньше и меньше звездной пыли а издевательства со стороны солдат становились все изощреннее а потом еще и письмо пришло тогда я поняла что больше не выдержу то было не жизнь именно поэтому я сбежала и обрекла себя на я превратилась сама видишь во что дала согласия на то чтобы тебя обратили дала ли я согласия нет 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 конечно меня принудили заставили пройти ритуал сейчас я об этом сожалею но тогда если будущее туманно разве можно с уверенностью сказать правильно ли ты совершаешь выбор у тебя есть какая-то информация увы но если интересно там есть кузница раньше она была моей здорово да ну еще как если будешь проходить мимо принесешь мне оттуда мешок с инструментами они бы мне очень пригодились вот тебе кстати и полезная информация минуту мне надо подумать а у меня есть все отдать вулкан мешок с инструментами я нашла это на базаре твою о ты принесла это мне как чудесно о милая спасибо тебе я так рада о как я рада все это мне оставил он о как же долго я ждала ты плачешь а что мне нельзя плакать они снова у меня мои любимые инструменты снова у меня ну я например плачу только от грусти слезы радости гораздо ценнее ведь они появляются лишь после усердного труда и вынесенной боли я так счастлива все через что мне пришлось пройти было не зря спасибо хильда я рада что смогла тебе помочь вулкан если что-нибудь понадобится обращайся милая ну пора возвращаться к работе так там еще диалог дорогушь улучшение кузнечных инструментов вулкан усовершенствовала свою мастерскую теперь она может увеличивать силу атак стихиями улучшая стихийные чаровиты также она научилась создавать еще больше украшений астральный чаровит который хильда носит с собой из анбари а просто астральный червит который хильда носит с собой из анбари чтобы улучшить его с помощью офицких технологий технологий технологии понадобятся особые материалы и показать найденный чертеж смотри я нашла новый чертеж умничка какой он подробный теперь я смогу сделать для тебя еще больше украшений какое-то прочитанное не вы с минерой ладите да иногда она мне мнет хвостик мнет хвостик даже шучу хвост она не трогает но и всегда радуюсь когда она приходит со мной поболтать и мне все-таки кажется что пару раз она хотела пощупать мой неугомонный хвостик ее можно понять она обо мне заботится и в отличие от некоторых аристоев никогда не смотрится высоко госпожа замечательная ты ведь тоже так считаешь что прости не расслышала а ха 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 ты такая милая мне любопытно роксана тише ты должна звать ее леди роксана и поняла она очень строга и трепетно относится даже к такой мелочи как обращение не хочу сказать ей ничего плохого но у меня от нее мурашки по шерстке конечно она не всегда такая серьезная иногда леди роксана шутит но я ее юмор не понимаю слишком он для меня сложный когда я занята работой она забирает мою поношенную одежду чтобы подлатать ее и в общем она очень славная но при этом дотошная до мелочей так что слушайся ее когда она указывает тебе на ошибки спасибо за совет обионе так это ты заботишься об оружии снаряжение беона а что милая тебя это волнует кажется ты хочешь такое же мощное оружие как и убиона я угадала тогда тебе повезло что мы с тобой встретились в укрытии да это я ухаживаю за доспехами лорда беона а еще чиню ему или кую ему всякое разное магическое оружие исходя из его пожеланий однако боюсь твое оружие из анбари даже близко не похоже на то что у беона я заметила как он мне вламывается одного удара на все хп давай будем двигаться маленькими шажочками сначала сделаем оружие удобным а потом подумаем как его улучшить как тебе такой план план хороший только не переусердствуй так это боюсь милая так не получится ты же в офисе поговорить о квинте ты рада что квин теперь в укрытии да еще бы он нам все что угодно достать может и в укрытии стало повеселее ну да он постоянно пытается продать мне какую-нибудь странную вещицу нам всегда нужны были ресурсы когда госпожа отправляла меня их добывать я очень уставала но теперь я могу сосредоточиться на работе ура спросить о шахте стелла вулкан ты что-нибудь знаешь о шахте стелла ты что собираешься в шахту милая пожалуйста будь осторожно люди в котловане суровые на чудище в шахте и того страшнее почему ты так говоришь а старит и паре халк добывают только в этой шахте но с тех пор как мар был отозвала своих воинов ситуация стала только хуже там всегда обитали монстры но сейчас они бушают бушуют пуще прежнего у вас есть ри халк я думала его не существует ахахаха он очень редкий но астерит встречается еще реже ри халк можно найти только в шахте стелла а без него невозможно безопасная добыча астерита если отправишься в шахту может принесешь мне кое-какое сырье только никому об этом не рассказывай подумаю улучшить усиление ну-ка астральный чаровит но мне больше всего он не нравится 3000 а у меня 30 тысяч кристаллита нет ночью сразу что не сказала что у меня нет кристаллита 1174 44 47 урона режущих атак дробящих колющих депли с ними у меня по-моему еще одно место есть поэтому спасибо тебе тоже у брошь с розой увеличивает количество получаемого опыта 050500 его можно заменить на вот этот да он по полезней будет они же их сравнить до типа сейчас там 21 21 18 а так было а все вот показывает улучшение не заметила просто справа хорошо я думаю можно опять кинжалы поставить которых у меня тьма так чего мне там не хватает для улучшения этого самого посоха рихалковой руды но это можно купить и у этого ну как он ну вы поняли вот здесь вот отдать квинту вещи вот твои вещи с базара у подруга это они ты не перестаешь меня удивлять спасибо дорогуша скажи к не хочешь ли астеритовый амулет который позволит тебе летать но это я могу теперь сквозь ворота пролететь или чем расширение магазина в магазине квинта появилось больше товаров список доступных для покупки предметов будет меняться в зависимости от решений хильды серьезно прикольно то есть если я с ним хорошо общаюсь и выполняю его поручение то у меня будет лучше арсенал магазин а где вот это чтоб летать на первых кристаллит чтобы улучшить там кое-чего раствор для закалки орехалковую руду купим мне не станет не останется на усиление тогда так и надо продать ему вот эту брошь хочу он обманул меня или это он просто мне может когда-нибудь сделает а потом это продать буду ждать нашей следующей встречи подруга я тоже если ты что-то для меня сделаешь буду очень признательна вот как ты тут да все в порядке с трансляцией фидбэк небольшое так астральный чаровит мы теперь будем бахать как сумасшедшие я из маму конечно сейчас зайду посмотрю че там с трансляцией вот она себя ведет я могу конечно сейчас зайду посмотрю че там с трансляцией как он на себе ведет так так вот что то я говорю у меня интересно как это как звучит голос так так вот что то я говорю у меня интересно как микрофон же стал лучше да пока данная уже полчаса где-то не на трансляцию понятно так здесь спросить нечего слушай леди роксана у меня вопрос прошу говори спросить о ситуации в жилых кварталах ты не могла бы рассказать мне о ситуации на базаре аргес хочешь отправиться в жилые кварталы там такой туман не переношу его он удручающий холодные влажный и никогда не рассеивается это так удручает раньше в городе не было ни одного настолько мерзкого места а как было раньше не сильно лучше чем сейчас все из-за жителей что собирались на базаре они всегда устраивали на улицах беспорядок там даже дома стоят вплотную словно потные грязные бродяги жмущиеся друг другу из-за нечистоты помоев это место всегда дурно пахло а туман лишь усугубил ситуацию теперь наряду с гнилостной вонью на базаре стоит затклый смрад и в довершение ко всему опасные культисты прямо такие парад мерзости и не говори я не в восторге от архонта легиона но все же надеюсь что его солдаты отобьют это презренное место тогда город станет чуть более нормальным в конце концов это их работа о культистах а что известно о культистах которые обосновались на базаре я всегда старалась держаться от них подальше культисты люди худодурные худородные в прошлом они не могли навредить арестуем поэтому о них я узнала уже после остерегаса они поклоняются некому этрусу насколько я знаю он колдун который придумал ритуал превращения людей в животных об этом человеке стало известно сотни лет назад еще до того как на нас обрушилась проклятие так он не бог и не существо из легенды реальная историческая личность сейчас он уже скорее легенда учение этруса не упоминается ни в одном историческом документе в основном все это слухи которые передаются из уст в уста вполне вероятно они ложные совсем не заслуживают внимания сейчас важно лишь то что безумные фанатики совершают злодеяния во славу этруса независимо от того кем он был при жизни не забывай об этом поговорить про рынок я проходила через рынок офиса мне показалось что раньше он был очень оживленным местом о так ты там была может быть ты видела ту удивительную таверну где подают блюда на вертеле конечно я имею ввиду ее вывеску я прекрасно знаю что от нее осталось а что такого удивительного в этой таверне с блюдами на вертили там готовили только птицу любую какая встречается в природе жаворонков галок синиц соловьев о почему же только птицу рыба и другие морепродукты дорогое удовольствие за морская роскошь поэтому в офисе в основном охотятся на птиц для этого кого-то для кого-то это даже становится профессией как интересно а в анбаре все наоборот поскольку мы живем у озера рыбы у нас достатки а вот птицу мы едим редко а ты сама пробовала такие блюда мы арестой обычно не притрагиваемся к еде простолюдинов но иногда нам хочется чего-то изысканного слышала о василисках это мифические чудовища с головой петуха и телом змеи да именно справиться с таким чудовищем нелегко но поскольку офисянам в охотничьем ремесле нет равных василиски иногда появляются в меню к несчастью василисков не такое хорошее мясо как принято считать его сложно правильно приготовить для аристоев какие они требовательны обалдеть но это лишь мое скромное мнение ты вправе со мной не согласиться я не настаивала чтобы ты этим делилась но все равно спасибо лидер оксана а тебе что известно о шахте стелла она принадлежит роду эвменида дому золотой оливы это семейное дело передавалось из поколения в поколение своего расцвета шахта достигла под управлением его отца гефеса однако гефес пал от рук рабов за что рабы его убили из-за того что он был слишком добр к рабам они забыли где их место и каков их долг ты все поймешь со временем для эвменида это был тяжелый удар и он забросил шахту только после того как он начал сотрудничать с домом лавра его дела снова пошли на лад выходит теперь шахта ваша увы из-за острига соу марбла появился веский повод забрать эту шахту и больше мы над ней не властны в тот момент дом лавра оказался весьма затруднительном положении после того как легион захватил власть шахтой продолжал управлять лидер избранные котлованом в то же время повинуясь приказом архонта и центуриона так продолжалось до тех пор пока марбл не отдал приказ к отступлению это она есть да да хорошо пропустить спросить ее мнение о горняках из котлована что за люди те горняки которые так и не покинули котлован мне следовало ожидать что ты спросишь мое мнение о горняках однако я мало что могу сказать жители котлована как порода в шахте они крепки как камень но больше в них нет ничего примечательного а разве возможно было бы поддерживать в офисе экономический уклад аристоев если бы не их тяжкий труд справедливое замечание кто бы еще согласился на столь неблагодарную работу в их жилах течет рабская кровь у них нет иного способа доказать свою ценность кроме как работать не покладая рук вот только из обилон хорошей рабыни не вышло лидерами становятся лишь вольные горожане вполне возможно к власти она пришла не самым честным путем но она все таки стала лидером разве это не говорит о ее способностях а каких же лично я считаю что и просто повезло избежать смерти она даже не умеет не читать не писать и хватило наглости показывает на там пальцем и хватило наглости просить нас оставить опись во время торговли уже одно это доказывает что с решением явно поспешили будь с ней на чеку ради свободы некоторые невольники готовы на любую подлость хотя шахта уже почти исчерпала свои запасы все же досадно что ей управляет такая особа я слышала ты планируешь посетить академию фалан академия фалан сохранилась лишь благодаря дому лавра в каком смысле большинство кузнецов сейчас работают в академии которые работают в академии обучали мы мы выработали систему хорошо опрач оплачивали их труды благодаря нам некоторые кузнецы обрели известность но когда марбл ввел военное положение он забрал их всех до единого никто из нас не жаловался из-за военного положения это было необходимо еще бы но с тех пор прошло уже очень много времени а марбл вместо того чтобы искать способ снять проклятие лишь расходует рабочую силу это возмущает меня сильнее всего раньше от него была хоть какая-то польза наверное тем кузнецам приходится не сладко до в сложившейся ситуации они самые безвинные и при этом самые пострадавшие мы даже с рабами так не обращаемся ты пытаешься меня предостеречь чтобы я не навредила кузнецам похоже что да ты очень сообразительная госпожа будет довольна если ты не станешь делать глупостей попросить рассказать об академии расскажи мне что-нибудь об академии лидер оксана о за тысячу лет много уже забылась академия фалан состоит из факультета политологии военной кафедры туда могут поступить все аресту и горожане сдавшие вступительный экзамен каждый студент академии получает индивидуальный учебный план составленный на основе его талантов и предпочтений женщина в основном учится на факультете политологии немногие из нас поступают на военную кафедру на факультете изучают этикет право политику торговлю и управление ого тебе пришлось изучать столько бессмысленной ерунды бессмысленной ерунды да как ты смеешь арестуя обязаны соответствовать высоким стандартам пока ты в офисе будь добра уважать нашу культуру как скажете госпожам серьезно слушай можешь рассказать мне побольше о госпожи минерве она принадлежит к дому лавра одному из тех представители которого еще не утратили статус арестуев жила госпожи течет чистейшая благородная кровь из и ей с рождения было суждено чтобы ее почитали я смотрю ты к ней очень привязана опять начинается cool story боб я не знаю килограммами накидывают этот текст не перебивай дитя позволь мне договорить ее семья владеет предприятием где перерабатывают астерит чтобы повысить его эффективность благодаря этому они заслужили здесь репутацию они снабжают треть общественных сооружений города если тебе посчастливится с ними встретиться ты поймешь насколько они гениальны ясно расскажи мне о бионе он из семьи арестуя в дела у которой шли скверно однажды он дослужился до звания центуриона но выше продвинуться не сумел родители госпожи минерва увидели в нем потенциал и назначили биона ее личным стражем разумеется такая должность не может идти в сравнении с генеральской однако он превосходно справляется со своими обязанностями думаю отличный боец верно многие бы с этим согласились у вас здесь только один кузнец ты имеешь ввиду вулкан нет конечно она не единственная однако вулкан лучшая среди кузнецов она великолепно великолепно кует крепко телом и всегда держит ухо востру иногда она обрабатывает для нас астеритовое оружие тебе бы тоже не помешало ой что ты ведь не побоишься дать ей взглянуть на твое снаряжение некоторые люди теряются рядом с ней но она хорошая ей можно доверять я говорю это только я говорю это к тому чтобы ты не обращала внимание на ее внешность леди роксана мне интересно почему ты разрешила квинту остаться в укрытии о дитя тебе еще многое предстоит узнать рабы в этом мире необходимость мы должны их использовать пока они нам подчиняются я думала ты хочешь чтобы арестой были более благодетельными жаль академия фалан сейчас закрыта там и тебя научили мыслить правильно в общении друг с другом арестуя обязанность соблюдать этикет однако не менее важно проявлять свои лидерские качества и дальновидность чтобы подавать пример простым горожанам подумай об этом нет с тобой тоже наверно да куча диалогов появилась она самое интересное попал наконец-то я тут да-да-да дип-дип лор начинается спросить о жителях ой расскажи мне о тех кто там живет там живут обычные горожане разорившиеся арестой и многие новообращенные культисты в общем те люди от которых архонт легиона отказался за неимением другого выбора они выживают как могут но вот культистов после того как они выгнали солдат и заняли базар аргес но вот у культистов а у культистов после того как а когда выгнали солдаты заняли базар аргес дела пошли на лад они получили не только собственную территорию но и и и беспомощных жителей то есть они смогли выступить против солдат но как они проводят специальные ритуалы позволяющие им обрести черты животных утверждают 60 лет избавит их от необходимости использовать звездную пыль, вернет им свободу и наделит невиданной мощью. Естественно, люди, которые больше не в силах терпеть страдания, станут обращаться к ним за помощью. Что ж, это... я не понимаю. По мне так это хорошее решение, но судя по твоему взгляду, ты со мной не согласен, да? Проводить такие ритуалы несложно, однако большинство людей, подвергшихся трансформации, теряют рассудок. Некоторые становятся кроможадными чудовищами. Не думаю, что это можно назвать возвращением к нормальной жизни. Клянусь богами, это не что иное, как превращение людей в животных, в которых не остается ничего человеческого. И правда, я точно не хотела бы стать чудовищем. На базаре Оргэс погибло немало опытных воинов, поэтому я вынужден предупредить тебя и попросить быть начеку. Там часто стоит туман, что дает противнику преимущество при нападении. Даже если твой меч остер, звениные когти кажутся острее. Будь осторожна, одолеть этих животных непросто. Спросить о силах противника, почему культисты заняли базар Оргэс? В условиях военного положения Архонт Легиона не мог дать людям надежду на светлое будущее. В результате сформировались культы. А поскольку солдатам сложно сражаться в тумане, культисты в конце концов победили. Теперь остается лишь защищать границу между кварталами Аристоев и обычных горожан. Но и это нелегко. Ты сказал, что приходилось сражаться в тумане? Да, базар уже сотни лет окутан странным туманом. Он появился после того, как на нас обрушился Астеригас. Поэтому некоторые подозревают, что туман вызвали культисты. Из-за тумана становилось все труднее держать оборону. И в конце концов Архонту Легиона ничего не оставалось, кроме как вывести войска. Жители базара чувствовали себя брошенными и потеряли веру в правительство. Это позволило культистам взять все в свои руки. Речи, лежи-лежи. У меня сейчас на секундочку. Нет, я не дам, это моя помада Речи. У меня уже губы пересохли. Столько пить и читать. Это Речулька хрюкает, он пришел. Да. Речулька. Кисюлька мой. На ручки. Ой, чтобы не упасть. Господи. Какой же ты тяжелый, Речулька. Какой же ты тяжелый. Оп. Все. На своем привычном месте, да? Но все равно пока время чтения, поэтому можешь посидеть. Расскажи мне подробнее о ситуации в котловане. Котлован сейчас в плачевном состоянии. Мало того, что легион ретировался, так их еще осуждают культисты, лабристы и чужеземцы одновременно. Удивительно, что они так долго держатся. Раз ты туда направляешься, я должен тебе кое-что рассказать о шахте Стеллы. По ряду причин нам пришлось установить там тройную магическую защиту у входа, в расщелине и в нижней шахте. Эти устройства позволяют горнякам без опаски добывать астерит. Пока они работают во всех трех зонах, ни тебе, ни жителям котлована ничего не угрожает. Иначе мы их не разрушаем, я правильно понимаю? В каком смысле? Ну, я бы тебе объяснил, но одних слов тут маловато. Пускай лучше Абилон расскажет. Почему воины легиона перестали контролировать шахту? Правильно, я понимаю, что раньше шахта находилась под полным контролем Афесского легиона. Правильно. С тех пор, как Архонт вел военное положение, распределение звездной пыли остается большой проблемой. Почти все сырье для производства звездной пыли добывается в Афесских шахтах, в основном в шахте Стелла. Так почему воины легиона перестали контролировать шахту? В шахте Стелла залегает необычная жила. Там еще со времен глубокой древности наблюдаются магические аномалии. За спокойствие в шахте приходится дорого платить, для этого требуются солдаты, провизия и рабочие. Так что вполне понятно, почему Архонт дал приказ о подступлении. Как только людские потери перевесили возможную прибыль. Кстати, советую не поднимать эту тему в разговорах с жителями Котлована. Это неприемлемо выведет... Это непременно выведет их из себя. Ой, я просто представляю, что там еще про Академию сейчас трынеть. Как мне попасть в Академию Фалан? А, Академия Фалан. Я так благодарен этому месту, с ним связано столько воспоминаний. Академия мой второй дом. Но все это в прошлом, теперь там... О, извини, что-то я отвлекся. Тебе нужно идти через северный выход с... Да я знаю, куда идти. Выход с базара Аргес. Оттуда ты попадешь на тропу Фалан. Еще туда можно пройти по канализации, недалеко от укрытия. У главного входа будет много стражи, но на самой тропе Фалан довольно тихо. Так что это лучший способ добраться до Академии. Правда, там обитают львы, но идти по тропе все равно проще. Сначала ты выйдешь к факультету политологии, а чуть дальше будет военная кафедра. Ирида находится за Академией на тропе, ведущей в Стикс. Хорошо, я немедленно выдвигаюсь. Подожди. Постарайся не ввязываться в битву с солдатами. Думаешь, я с ними не справлюсь? Тогда могу показать тебе, на что я способна. Я не об этом. У тебя еще будет шанс проявить себя и не один. Но солдаты мои братья, надеюсь, ты понимаешь. Я понимаю. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Спросите о львах. Ты сказал, что Академию Фалан стригут львы. Это правда? Да, мы офисяне дрессируем львов, быков и других животных. Они здорово помогают нам на заданиях. С ума сойти, а в анбаре никто не умеет приручать таких крупных зверей. Они правда выполняют команды? В какой-то мере львы и быки тоже подверглись влиянию Астригоса, но они до сих пор нам подчиняются. Они очень преданные. Таких животных приручить несложно. Двигаются они предсказуемо. Если будешь внимательно за ними следить, то найдешь их слабые места. Насколько хорошо Академия защищена изнутри? Архонт Марбл не часто там бывает. Сейчас ее охраняет Центурион. Кроме элитных войск у Академии есть еще и колоссы, а также волшебные баллисты. Баллисты автоматически наводятся на врагов, но им требуется очень много звездной пыли. Их активируют лишь в экстренных случаях. А про колоссов расскажешь? Раньше колоссов использовали по всему Афесу. Долгое время они защищали наш город. Давай-давай, Мэткап сейчас пойдет. У тебя да, атака Титанов в голове. О, я видела несколько разрушенных статуй. Они такие огромные. Выходит, это необычные статуи? Похоже, да. Колоссов создавали в Стиксе под надзором Легиона. Но по различным причинам их производство прекратилось. Когда Марбл установил военное положение, он активировал некоторых колоссов, которые на тот момент еще остались. Справиться с колоссами в бою довольно сложно, поскольку они обладают теми же навыками, что и афесские войны. Думаю, во всей Академии не найдется противников более грозных, чем колоссы. Я буду с ними осторожна. Спросите о назначении армии в Академии Фалан. А сама как думаешь? В Академии Фалан находится важное оружие и большая часть запасов звездной пыли. Архонт Марбл заточил в глубине Академии кузнецов, работающих с астеритом. Силой заставив их день за днем производить звездную пыль, в то время как он сам распоряжается припасами. Проникнуть в Академию стремится каждый, начиная с Борада, с Черных улиц и заканчивая культистами. Кстати, возможно, ты встретишь там Мирона, мужа-вулкан. А он муж? О нем уже давно ничего не слышно. Если ты хоть что-нибудь узнаешь про Мирона, сообщи об этом вулкан. Она может и выглядеть жизнерадостной, но все равно переживает за мужа. Буду иметь в виду. Думаю, если ты справишься с этим заданием, я еще больше тебя зауважаю. Береги себя. Берегу. Надеюсь, больше ничего у тебя не появилось. А какой Минерва-лидер? У госпожи гибкий и живой ум она мудра и имеет большие планы на этот город. Но каждый, кто знаком с ней лично, не сомневается в ее талантах. Похоже, в нее все верят. Но самое главное, она одна из немногих лидеров, по чьим руководствам люди не сдаются в панике. В каком смысле? Город постепенно сходит с ума, а Архон доказал, что бесполезен. Госпожа идет на большие риски, чтобы снять проклятие. Немногие арестуя на такое способны. Что о Роксане? Почему ты о ней заговорила? Если мы будем стоять тут и обсуждать ее, рискуем поймать на себе ее знаменитый убийственный взгляд. Ты что, боишься ее? Ее всем надо бояться, видела, какие у него глаза пронзительные. Я могу рассказать тебе обо всем, что касается боевых искусств, но остальные вопросы лучше задавай Роксане. Не ошибешься. Поговорить о вулкан. У меня вопрос, откуда вулкан знает, как ухаживать за моим оружием? В анбаре магическое оружие редкость. Его недостаточно просто смазать маслом. Понятия не имею, откуда она это знает, но поверь, вулкан у нас просто. Она волшебница. Нас, последователей, не так уж и много, но мы все разные. С ней ты в надежных руках. Ты можешь не только доверить ей свое снаряжение, но и просто с ней поболтать. Она тебе понравится, все в укрытии радуются ей, только не задавай ей вопросы о ее внешности, ладно? Аквинти. Госпожа разрешила ему остаться в укрытии. Как тебе эта новость? Как я уже говорил, я ему не доверяю, но я уверен, что у госпожи были свои причины. От меня требуется лишь приглядывать за ним. Нужно убедиться, что он не станет разглашать важную информацию. Не знаю, что ей сказать. По-моему, это рисково. Вана. Легион Северного Ветра никогда и близко не подпустил бы такого, как он. Рассказать ему, что вы нашли жетоны афесских солдат. Отдать жетоны Урии и рассказать, что случилось. Бион, я нашла вот это. Это жетон? У меня дрожь земли в голове. Эх, да, ведь когда-то... Я ведь когда-то служил Центурионом и взрастил немало великих воинов. Все они были мне как братья. Тот, кому принадлежал этот жетон, был наемником с черных улиц, пока армии не понадобилось больше людей. Вы допускали в свои ряды наемников? Ой, речулька, все я... Эх, так восстановил Архонт. Я был против, как выяснилось позже. Из-за них паника все-таки понизилась. А еще, как оно само? Само? Некоторым, конечно, удавалось стать стражами аристоев, но большинство были, как Урия, бесцеремонными варварами. Я ничего не шму. Оно само идет. А я все время сама жала. Они были славными воинами, но сообразительности им не хватало и в драку часто лезли. Похоже, братья у тебя были не очень. Урия не был в числе моих любимцев, но я помню каждого солдата, что служил под моим началом. Если найдешь еще жетоны, пожалуйста, приноси их мне. Хорошо. С тобой я драться не хочу. Так, на выпить воды сейчас предстоит очень много, наверное, с этой мадам трындеть. А, простите. Эту информацию тебе хотела передать кто там, и ты, конечно, сделала все возможное, чтобы... Мариса сказала, что для тебя это важно, не надо на меня так смотреть, считай, что я просто излишне любопытная. Что ж, спасибо, ты отлично справилась. Простите, что не было звука все это время. Благодаря тебе, Мариса теперь с нами в укрытии. Кажется, с ней все в порядке. Как и с ее эмоциональным состоянием. Я позабочусь о ней. Приятно это слышать. Вот награда, о которой мы условились. Спасибо. Не забудь о нашей договоренности. Если тебе нужны остальные эхо, продолжай выполнять задания. Это все? Еще бы? А тебе нужно что-то еще? Ну, больше наград. Нет? Блин, я просто забыла случайно нажать мышкой на экран, и поэтому не было звука, и поэтому сам диалог шел. Потому что они там говорили. Но не говорили. Спросить о людях превращенных в... Ну нет, ну блин, ну нахрена так много лора сюда вкидыв... Ох. Оно интересно, но читать душно. Ну сколько... Не озвучивать тяжело. Спросить о люд... Мы сегодня до конца стрима читаем тупо. Спросить о людях превращенных в животных. Я видела много людей, которые превратились в безумных чудовищ после ритуала озверения. Почему с ними это произошло? Потому что культисты их превратили. Хильда? Алло? В основе магии превращения лежит следующая теория. Перенимаемая у местной фауны... Перенимая у местной фауны некоторые звериные качества, человек приобретает способности, которые... Х. Лишены обычные люди. Но человеческий разум и тело системы очень сложны. Даже отдав тысячу лет на изучение этих систем, мы едва ли узнаем о них все. Именно поэтому принудительное слияние со зверем иной раз приводит к безумию и утрате человеческого начала. В таком случае мы должны благодарить солнце и луну за то, что вулканы Морицы не потеряли рассудок. Поговорить о странных объявлениях о розыске, которые вы видели на улице. Я видела на улицах странные листовки с объявлениями о розысках. Розыске. На одной из них было твое имя. Я устала. Неужели ты думала, что сможешь меня изоблачить? Это абсолютно ничего не значит. Листовки не более чем доказательства разлада между мной и Марлдлом. Он выдает ордера на арест всех, кто ему не угоден. Почему вы поссорились? Он полагал, что я хочу причинить городу вред. На самом деле я забочусь об офисе гораздо больше, чем он себе представляет. Нас объединяет общая цель, однако из-за одного человека он перестал мне доверять. Из-за одного человека? Неужели у тебя нет других дел? Не трать свое время на обсуждение подобных сплетен. Что-то она мне как-то не нравится, она мутная. Она не хочет со мной ничем делиться. Поговорить о Квинте. Мне любопытно, ты разрешила Квинту остаться с вами в укрытии? Почему бы и нет, этот маленький лукавец просто очарователен. Очарователен? Ты серьезно? Конечно же нет. Просто я должна за ним приглядывать, иначе зачем бы я его терпела? Ты права. Спросить о цели легиона Северного Ветра. Я заметила, что легион Северного Ветра оставил некий шифр. Их цель связана с проводниками? Ты на удивление проницательна. Это открытый вопрос. Мы все еще пытаемся понять, что они на самом деле задумали. Однако я могу предоставить тебе кое-какую информацию безвозмездно. Видишь, кольцо позади меня. Это не оригинальная конструкция, но мы заметили, что многие городские проводники недавно были изменены подобным образом. Каждый раз, когда мы обнаруживаем следы региона Северного Ветра, проводники по какой-то причине испускают магические волны. Поэтому я просила Биона принести мне это кольцо, чтобы я смогла его изучить. Больше мне пока сказать нечего. То есть остальное ты расскажешь, когда я выполню задание? Таков был уговор. Давай не будем нарушать его, дитя мое. Да, е-мое. Время – ценный ресурс. Да что вы говорите? Можно я заберу себе что-нибудь? И чё дальше? Дальше чё? Дальше мы идём туда же, только по пути к... 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 К Академии. Правда, я так и не нашла сестру, которой можно отдать звёздную пыль. Я... У меня просто не получилось. Я во все двери смотрела. Но я не нашла. Ну, по-моему, больше урона наносит. Было 140 с чем-то, по-моему, если не ошибаюсь. А сейчас 191 проскакивает. А, там даже не видно, как он едет. Или он сверху? А, он сверху. Вот, вот, вот... Так, ну срезы открыты, поэтому Страшного ничего Здесь еще один срез, кстати Где же по ту сторону реки сестра, которой отдать звездную пыль можно? Я вообще не понимаю Нам вот туда надо идти, направо, куда-то вниз, что ли Это в академию и в шахту путь вел Но просто я хочу отдать звездную пыль сестре Скоти Хорошо Хорошо Я плохо помню локацию, поэтому Вот здесь у меня есть срез, это стопроцентная информация Куда пошел? Так, очко характеристик, это значит, что я могу теперь прокачать способность Ну или талантов, это не суть Вот это, да? Или давайте прокачаем хоть одно на посох Астральная буря, либо грозовой поток Продолжительный урон В конце вся накопленная энергия собирается и обрушивается на цель Ну это прикольно Либо буря Давайте вот это прокачаем Вот он мой срез И вот по другую сторону реки По вот эту сторону Там, кстати, и хилки мои С какой-то стати Как их забрать Должна быть сестра Но я же стучалась во все двери Так, это кружочек, да? А-а-а Оно по массе бьет Прикольно Я же здесь все обошла Здесь у нас гарпия была Как мне показалось Я так и не нашла Кому отдать эту пыль Чел, только не вставай Оно тебе не надо Почему он не превратился в звездную пыль? Ну просто так Потому что может себе позволить С вами нового ничего, да? Здесь никому... Не нужно было отдавать квест какой-нибудь? Я бы... Мне бы просто проверить Ничего не произойдет, да? Ну, конечно Спросить об Эко А, это ты? Здесь была девушка по имени Эко О, боги, ты ее встречала? Да, она стала гарпией Чтобы не быть обузой для других Она не утратила рассудок? Хвала троице Эко, зачем же ты сделала такую глупость? У нее была непростая жизнь Спасибо, что не навредила ей И принесла нам вести А зеркало кому отдавать? А что? Зеркало надо отдать тому Кто живет недалеко от амфитеатра Но... Как бы я там... Никого не повстречала Ты кто? А, вспомнил Постой Ты разве не хотела пройти ритуал превращения? Тебе надо к амфитеатру Меня обратили и со мной все хорошо Многие считают, что после превращения Люди теряют рассудок И становятся кровожадными чудовищами Но мне так не кажется Я лишь чувствую спокойствие И больше не страдаю от неутолимой жажды и голода Невероятное ощущение Я не понимаю, почему некоторые отказываются проходить ритуал Вот ты, например Что тебя останавливает? Вы все из ума выжили, что ли? Похоже, что да Может, это вы, безумцы, раз довели город до такого состояния? Подумай над этим и поймешь, что я прав А, декад Домик сестры-то Отцепись от него Наша тактика, она Прекрасна А че ты отходишь? Подходи А, нашел, да Где я не достаю Гарпия прилетела На ней, кстати, автофокус сработал Да вот на бабку Переключись Я говорю, это какое-то безопасное место Сюда никто не идет Этот тоже умер? Ага Я не понимаю, где этот дом Кому нужно отдать эту пыль И вообще вот никаких у меня идей Куда идти? Где эта сестра ее находится? Куда? Кому? Зачем? Я хочу этот квест сделать Мы же, по идее, на той стороне реки Как они и говорят То ли гуглить потом придется Я не знаю Так, ну это мы круголя дали Хорошо Если я пойду сюда Я найду что-нибудь вообще Кого-нибудь Они не умеют сюда залетать Нет, ну а что? Я пользуюсь окружением Они меня окружают Я их окружаю Тут еще внизу Эти волки-оборотни Сейчас повыскакивают То ли там Вон они сидят Оно мне зачем? Мне нет Мне незачем Только вот кому пыль отдавать? Угу А это не то место Где вот эти двери я открыть не могу? Нет, это не то Но вот такие двери Я не умею открывать Я не знаю, что с ними надо делать И мы здесь не были Раз тут висит мешок Насчет сундука Не уверен, открыт он или нет И сундук закрыт Значит мы тут не были О, там шмотка какая-то будет Видели? На превьюшке Хорошо Такие двери Давайте одну все-таки А, они просто уходят И ничего не дают, да? То есть это Занятие такое Бессмысленное Но здесь все равно Тупик Это, конечно, здорово Что мы сундук забрали Но двери вот эти Я так и не научилась Открывать И не знаю, как так вышло Что мы здесь не были Но как-то вышло Особо ценного чего-то Здесь мы не пропустили Ну, сундук, да, понятно Но А вон там лев А, это где Гарпия Расстреливала нас Что вот с этими дверями делать? У меня нет никаких идей Как их открыть Сюда я тоже Не могу наверх Залезть Странно Ладно Где же эта сестра находится? На той стороне реки Это все, что у меня есть Это все, что я знаю Мне надо еще обратно К амфитеатру сходить Как-то Я не помню, как По-моему, в эту дверь, да? Мне же все резнулись Да как-то сквозь нее-то проходит Сюда по дереву нельзя залезть Но здесь все равно Не то, что мне надо Дальше-то я не могу Сквозь них пройти Можно встать Господи Вот они если начинают пинать Все Не успел Опоздал Да что ж я с этим ударом-то Я просто не знаю Куда я иду И зачем Понимаете? Это отсюда уже ушла Рядом с амфитеатром Кто-то живет Значит Рядом с амфитеатром Это вот туда налево Имеется ввиду Кому-то отдать что-то Мне придется, наверное, это гуглить Потому что я не совсем понимаю Что от меня хочет игра И где находятся эти два персонажа Которым надо что-то отдать Есть кто дома? Я ищу женщину по имени Полигимния Ты про мою жену? Милый, в чем дело? Вы, наверное, Полигимния и пан Возьмите, пожалуйста Во имя рогов Это же мое зеркальце Ой, милый, смотри Тут и карточка, которую ты мне подарил Знак нашей любви О, боги, я думал, что... Я думал, мы эти вещи больше не увидим Спасибо тебе, девочка Нет, воительница Ты сделала доброе дело И заслуживаешь, чтобы тебя так называли У нее чудный голос Сразу видно, девочка хорошая Спасибо тебе, милая, юная воительница Ой, да ладно вам Я пришла от Эка Эка? О, святой хранитель, она цела Ну... Не наперай виноградинкой Пусть наша гостья сама все расскажет Ты прав, милый Прости, воительница Я просто обрадовалась Воительница, мы не знаем твоего имени Как нам к тебе обращаться? Зовите меня Хильдой Рассказать им об Эка Эка стала гарпией Но не потеряла рассудок Да благословит нас, святой хранитель Рада слышать, что она все та же славная Эка Сама она не пришла, потому что боялась напугать тебя своим видом Понимаю, она всегда переживала о том, что другие о ней подумают Спросить, как у них дела Как у вас дела? Неплохо, с тех пор, как объявили военное положение, мы никуда не выезжали А после отступления легиона покинуть стены дома стало еще труднее Ты наверняка видела, сколько кругом культистов, воительница Дружелюбными их не назовешь Я понимаю ваше беспокойство До твоего прихода пан сам хотел прокрасться в амфитеатр и вернуть мое зеркальце Когда город охватило проклятие, мы убегали в спешке Зеркало дорого нам обоим Увы, я умею обращаться с пером, но не с мечом Но, к счастью, с нами наша воительница Милый, ты такой чуткий, мой герой Еще раз спасибо за помощь, Хильда, не за что, я просто шла мимо Боюсь, нам сейчас нечем тебя отблагодарить, извини Что поделаешь, у нас даже нет статуэтки белой совы Ничего страшного А знаешь, я кое-что придумала Хильда, если у тебя появятся вопросы об этом месте, можешь задать их мне Я выросла в районе базара и храма, поэтому почту зачистить рассказать тебе о нем побольше Что скажешь, юная воительница? Думаю, помощь местных мне очень пригодится, если будет нужно, я приду Отлично, я отвечу на любые твои вопросы Приходи, когда захочешь, вряд ли нам еще кто-нибудь заглянет Да благословят тебя святой хранитель и его телец Хильда Можно сразу поговорить с вами? А, да это же наша дорогая дева воительница А, все Вот такие вот от них разговоры, конечно А мне надо сходить теперь к той гарпии и сказать, что я отдала зеркальце И они рады, что с ней все в порядке Ну, я схожу, я сажу Да Мимо вот той всей его О, сколько там врагов по пути Ну, ничего, ничего Я, наверное, просто пробегу мимо Вот теперь я здесь Все пропусти Все пропустил, да Все пропустил Есть такое Что же тут тюлюнькало-то? Больше не тюлюнькает Это значит, под... Вот здесь внизу мы собрали то, что... Лут, в общем То, что от нас требовалось Неправильный путь выбрала я Может вообще понизу? Да, понизу через... Место боя с этой птицей Просто хочу поговорить с ней Мало ли, что-то там Она скажет спасибо и пойдет куда-то Твичу до сих пор плохо Да, я вижу Ему сегодня и не было хорошо Сад пегаса Так, она еще тут Отлично Пока Вот как через эти двери проходить? Меня еще не научили Наверное же сюда можно пройти Они не просто так стоят Я в это не верю Я уже три таких двери видела Две здесь и одна в городе И я не умею их открывать И вот с этим вот оно никак не взаимодействует Я понятия не имею, что делать Ой, теперь обратно надо бежать Или, кстати, давайте, наверное, на сегодня закончим А я в интернете завтра посмотрю, где искать сестру Отдадим ей пыль И пойдем дальше к шахте и к Академии Фалан Потому что я Сейчас буду долго бездумно бегать И я хочу здесь закончить В этой части И пойти потом В другую сторону города Так что вот так Всем спасибо за просмотр Спасибо, что сегодня пришли Всем спокойных ночей Приятных аппетитов Всего хорошего И увидимся с вами завтра Ну, либо в следующей серии Персу уже 18, что? В смысле? Ну, в общем, ладно Не суть важна Вот Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok